Алло, да, привет. Слушай, ну я посмотрела чек, мне пришел сейчас смс, какую-то сумму потратила. Я, конечно, в шоке. Нам разрешили. Мы просили, чтобы у нас съемка была, нам дядюка франит не разрешает. Может, можете, можно. Все нормально. Дорогие девушки, всем здравствуйте. Меня зовут Александра Васильева, и я визажист-бровист со стажем 9 лет. Я думаю, что вы уже многие меня знают, а многие, кто не знают, наверное, не понимают, почему у нас такое сходство с Жанной, а потому что я ее дочь. И мы сейчас снимаем женское шоу, которое вам так очень нравится. И на данный момент мы находимся в Санкт-Петербурге. Я не верю вообще. Наша героиня. Здравствуйте. Ну давайте, присаживайтесь. Расскажите. Это наша героиня. Ее зовут Мария. Мария, расскажите немножечко о себе, сколько вам лет, откуда вы в Санкт-Петербурге живете или приехали. Немножечко о себе расскажите. Ой, Сашенька, я, конечно, очень волнуюсь. Я тоже. Для меня так волнительно. Я тоже очень волнуюсь. Я очень надеялась, что мне повезет. До последнего верила, но когда сказали, что повезло, все равно неожиданно. Очень неожиданно. Мы очень рада вас видеть. Взаимно вообще и рада. Наконец-то из онлайна мы перешли в оффлайн. И вот и познакомились, называется. Ну, вы давно смотрите мои эфиры. Не так уж и давно. Не так уж и давно. Просто так случилось, что вот сейчас пришлось смотреть, а я выбрала именно вас, потому что надо, надо. Не умею я ничего делать с собой. А профессионалы такие, как вы, умеют. Может, даже научат. Обязательно научу, расскажу. Тогда давайте более подробно пообщаемся, поднимемся, да, в кафе и поговорим немножко, да? Давайте. Давайте. Пойдёмте. Пойдёмте. Мне 43 года. Я живу в Петербурге. Ну, не всегда жила в Петербурге. Да, откуда вы? Я, так сказать, из понаехали. Как у нас тут называют? Ниже Новгород. А чем вы занимаетесь вообще? А занимаюсь недвижимостью. Вы агент по продажам, да? Очень интересно. Как у вас с косметикой дела? Вы с ней на ты, на вы. У меня катастрофа с косметикой. Катастрофа? А вы взяли свою косметичку? Да. А покажите, покажите. Она ужасная. Это косметичка взрослой мамы и взрослых детей, которая очень много потратила время на деток. Ну, в общем, прям даже и показывать, чтобы нечего. Да. Самое любимое – это блеск для губ. А вот вообще повседневный макияж у вас как? Очень простой. Ресницы, немножко брови, чуть румян. Тон используете? Да. А вы вообще любите краситься? Знаете, когда-то безумно любила, и у меня было много косметики. Но как-то постепенно все уходит, 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 и косметичка превратилась вот в это. Так что даже стыдно показывает. Так, ну, смотрите, у нас есть тональное средство. Правда, что это у нас за фирма? Аква Густ Фундэшн. Не скажу даже пока какая фирма. По-моему, Арифлэн или что-то такое. Что-то какая-то вот такая сетевая. Блеск для губ. Румяна, смотрите, у нас есть румяна. Тоже, кстати, очень хорошо. У многих, например, румяна и не пользуются, их и нет. У вас они есть, прекрасно. Так, карандашик. Пупа. Так, это раз тушь, да? А это два тушь. Черная и коричневая. Черная и коричневая. О, моя любимая. Кисточки. Кисточки обожаю. Так. Пинцет. Я у нее просто отломала ручку, потому что удобно. Вы поняли. Это гель для бровей. Фиксатор для бровей и тоже карандашик. Ну, в принципе, все. Все, больше у нас там ничего нету. Мелочи, да. Поехали. Доставайте. Доставайте и сразу... Я скажу честно, у меня даже косметички не было до вчерашнего дня. Вот самой в чем это все носить. Я вот пошла и купила какую-то Life Without Plastic. Какая-friendly жизнь. Да, отказываемся от пластика. И пускай будет что-нибудь более дружелюбной экологии. И туда я сложила все, что нашла у себя дома. Оно лежит, если честно, ну, очень часто мертвым грузом. И практически не используется. Кое-что вообще просто новое. Серьезно? Даже так? Да, вот кисточка. Она вон еще даже запакована. Я ее не покупала специально. Она просто лежала где-то там дома. Кисточка для моделирования. Она такая вот спушенная. Так, палетка для глаз. Это у нас кто? Ага. Это база под тональное средство. Да, есть такая. Ой, ой, ой. Ладно, потом. Потом, потом, потом. Ой, тоже прямо ни разу. Ну, может быть, один раз там ее где-то мазнули. Может быть, два раза как тест. Ну, кстати, неплохая. Наверное. Плохая палетка, да-да-да. Так, Мак Джекобс. Это что у нас? Красота. Это у нас. Подрумянивать что-нибудь. Слушайте, у вас шикарная косметичка. У нас? У нас шикарная косметичка. Она лежит мертвым грузом. Вот еще один мертвый груз. Еще одна кисточка. Так, ну, более-менее так. Более-менее, да. Тоже новенькая. Абсолютно новая. Карандашик. 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 Айлайнер. Хорошо. И такой есть в нашем хозяйстве. А когда, как давно купили все это? Я как-то купила это, я даже не помню. Ну, может быть, год назад. А, ага. Да, хорошо. Ну, то есть оно лежит просто. Вот это не вскрывали, не тестировали это средство? Может, и тестировала, но как-то тоже мимо прошло. На упаковках всегда написано, сколько можно использовать средства после первого вскрытия. И здесь есть такой значок «Консервная банка», и написано 6М. Это значит, что после первого вскрытия вот этот продукт можно использовать в течение 6 месяцев. Если он у вас лежит год, значит, уже нужно выбросить, потому что, когда кожа, особенно у кого очень чувствительная, вы можете спровоцировать реакцию. Так. Это ужасно. Так, что вот это вот такое сказать не могу. Это консилер Estée Lauder. Например, он очень хорош, но он с очень хорошей такой плотной покрывающей способностью. В большей степени для вот фотосессий, видеосъемок, для того, чтобы вот здесь вот ничего не было. Для жизни надо аккуратно его использовать, иначе он может быть заметен. Тяжелый. Да, тяжелый. И он может немного подсушивать кожу, у кого есть такая особенность, что она суховата. Так. Так. Еще у нас есть вот такая вот штучка от Benefit Soft Blur Foundation. Номер 2. Так. Это тональное средство. Так. Тоже давно, да? Тоже около года. Может быть, там они написаны. Они написаны. Обычно вот здесь не написано. Скорее всего, если была упаковка картонная, то там было написано. Бывает такое. Упаковка уже исчезла. Да. Поэтому, да. Так. Еще один мертвый груз. А, нет. Видимо, использовалась, потому что у нас там такая цветовая гамма, она светит отсвечивая. Номер 1. Так, это, видимо, что-то для очистки кисточек или для фиксации макияжа, уж не знаю почему. Нет, это для лица. Для лица. Это спрей, который фиксирует макияж и делает его более стойким. Так. 24 месяца после первого вскрытия. Римел. Хорошая вещь, кстати. Так. Пупа. Прайми. Называется? Так. Это праймер, который для лица, вот какой именно, кстати, тут не написано. Вот если нет упаковки, тут просто написано, что это праймер. А какую функцию он несет? Не знаю. Надо тестировать. Вы его уже пробовали хотя бы разок? Видимо, да. Так. Вы да. Видимо, нет. А, видимо, еще и не использовался. Вот он абсолютно новый. Потому что когда выдавливаете, первый раз как раз он там в воздух идет. Поэтому он абсолютно у вас нулевый. Так. Сейчас протестируем. Растушевываю. И после окончательной растушевки мы смотрим, что происходит с кожей. То есть, какая она? Какие ощущения? Она немножко такая база силиконовая. Скорее всего, она для того, чтобы выровнять кожу. И при этом, вот видите, на ней на коже есть блеск. То есть, скорее всего, она для сухой кожи. Потому что если кожа комбинированная, склонная к жирности, то вот этот блеск, он дополнительно может просто подчеркнуть. Это будет некомфортно. Хотя, если сверху использовать, например, сухие текстуры или тональное средство с пудровыми компонентами, то тогда будет очень хорошо. Так. Так. Ну, там немного осталось. И еще одна, вуаля, кисточка. Кисточка, кисточка, кисточка. Кисточку явно не использовали, судя по тому, что на ней что-то еще осталось. Так, и вуаля, 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 блеск для губ. Тиджи. Хороший цвет такой, универсальный. Ну, так, все подбиралось под универсальность. И так, еще один бенефит, мими. Это, я думаю... Это румяна. Да. Какая кисточка. Нет, это не румяна, это хайлайтер. Хайлайтер. Да. Окей. Вот такой вот хайлайтер, такая кисточка. Все так это мимимишно немножко, вот это вот бенефит. У них есть такая серия средств, которые такие, знаете, прямо... Это средство для зоны вокруг глаз, кремовые текстуры. Надо правильно наносить, чтобы не создать плотный эффект, потому что здесь можно как плотно, так же и прозрачно. Но вот эти два консилера, ну, надо что-то одно, то есть два не нужно. Ну, видимо, они друг друга взаимоисключили, но напоследок у нас есть тушь. Тушь, тушь, тушь. Тушь, тушь. Тушь, тушь. Обычная такая тушь. Да. Ничем не выделяющаяся. Да, теперь у меня вопрос. До конца исчерпается. Очень хороший набор. База есть, консилеры есть, румяна есть, тени есть, карандаш, тушь. Все есть. Почему все новое? Ой, год. Самое интересное, что год новое. Лень, матушка, не дает возможности что-то с собой делать. Ну, и потом, я, честно слово, я не умею красить. Ну, не умею. Я максимум, что могу это накрасить ресницей и подвести губы блеском для губ. И то он, скорее всего, сотрется, все равно я его съем. Полочка. Так, ну, вы же знаете, да, что мы это все забираем сейчас. Я это забираю себе на хранение. Сейчас заберу, секунду. Мы с вами сейчас пойдем. Вы знаете вообще правила? Нет. Мы сейчас с вами идем в Ревгош. И обычно мы в прошлых шоу тянули, ну, вытаскивали, как это называется, жребий, скажем так. У кого будет масс-маркет или люкс у участницы. Но мы провели с Жаной голосование в Инстаграме. И наши телезрительницы сами выбрали, какая будет косметика в Санкт-Петербурге. Поэтому вам повезло. У вас будет люкс. Хотя, честно говоря, положа руку на сердце, я не могу сказать. Если бы вам попался масс-маркет, это тоже очень крутой сегмент косметики. И, в принципе, как показывает практика, большой разницы нету, люкс у вас или масс-маркет. Потому что масс-маркет сейчас вышел абсолютно новый рынок, и качество продукции стало значительно лучше. Поэтому тут как бы этого бояться не нужно. Но у вас будет люкс. Ура! Поэтому мы сейчас пойдем в магазин, засечем время, и нам нужно с вами уложиться в 20 минут. Масс-маркет в Москве, люкс в Санкт-Петербурге. Поэтому мы сегодня покупаем косметику класса масс-маркет. Но там очень много достойных продуктов. Я, на самом деле, обожаю масс-маркет. Там можно собрать качественную продукцию. Потрясающий будет результат такой же, как и от люкс-косметики. Я вообще подумаю, надо бы сделать какую-нибудь такую фотосессию, где делается на косметике люкс и на косметике масс-маркет. А потом вы должны будете угадать, где, какой косметикой сделан макияж. Вот мне будет даже интересно, угадайте или нет. Ну что, готовы? Я засекаю время. Таймер. Нажимаем. Нам сейчас просто лететь надо будет. Нажимаем старт. Все, поехали. Ну что, вы готовы? Естественно. Мы готовы. Время пошло. Пошло, мы побежали. 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 А мне нужен телефон. Ну, 57 секунд, смотрите, мы как быстренько добежали. Нам разрешили. Я понимаю, но... Мы просили, чтобы у нас съемка была. Нам дядюка вранит не разрешает. Может, можете, может. Все нормально. Сюда, сюда, сюда. Наверное, я могу. Так, мы сейчас спускаемся в магазин Ребош. И там начинаем выбирать. С макияжем она, ну, не такая, скажем, глобар... Ой, лифт, 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 подождите нас, пожалуйста. Спасибо. О, спасибо, вы нас дождались. Первый, выходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы идем в этот отдел. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, нам нужна нужная кисточка, спонжики, спонжики. Так, начинаем с тональных средств. Значит, что... Разоблатиться? Да, можно. Что касается тональных средств. Даже в масс-маркете есть, ну, скажем, такое небольшое разделение, да, какой бренд, чем славится. И есть в масс-маркете бренды, которые, ну, как бы, скажем, изначально, это, может быть, из косметологии. Допустим, вот бренд Max Factor, это изначально из кино и театра. То есть она вообще позиционируется как профессиональная. Бренд Bourjois, особенно вот Lumine, это, который, буржуа, вообще с 1800 какого-то года существует эта косметика. То есть 1800. То есть его больше ста лет уже точно. Да, 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 да. Lumine – это изначально уход за кожей, а потом уже декоративная косметика. Поэтому там и тональные средства, они, ну, скажем таки, более ухаживающие. Не то, чтобы здесь что-то плохое, нет. Просто там другой немножко подход. Вот здесь они больше как маскирующие в Max Factor, а там они более прозрачные будут, такие ухаживающие, с какими-то витаминами. Какая хорошая идея. Вот. Поэтому пойдем сначала в Lumine. А, вот. А мы не пойдем, остаемся здесь. Потому что тут есть еще Пупа, Буржуа, Вивьен Сабо мы тоже посмотрим. Значит, тональные средства. Давайте выбирать. Предпочтения какие? Чтобы этого не было видно. Видно. Потому что иногда, знаете, как паутина какая-то у девушки идешь и думаешь, господи, зачем же она эту паутину на себя нанесла. Здесь подсказки есть. То есть, если, например, на будущее ходить в магазин, написано там контроль жирного блеска, плотное покрытие. Все, это нам уже не надо. Это вот для лета, мне кажется. Да, когда пишут стойкость 16 часов, бархатистое покрытие, это значит, опять же, будет с пудровыми частицами. Соответственно, больше подходит для кожи, которая комбинирована, склонная к жирности. Берем вот это тональное средство. Так, это у меня какой цвет? Этот цвет medium. Давайте попробуем. Давайте вашу руку. Как тестировать? Вот так вот просто не тестируется. Обязательно нужно растушевать, обязательно. И посмотреть финиш. Финиш – это когда вот средство растаяло, то есть что получается. И вот практически растаяло, все. Ну, отлично. Отлично. Да. И вот этот цвет хорошо. Да. Значит, берем medium. С вами воздем в базу. Базы пользовались? Да. Отлично. Потом мы вам, когда будем наносить, все расскажу. Мне нужен консультант. Мне нужен консультант. Так, база. Вот она. 0,1. Так, вот эта база. Можно нам кисточки? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Склора, клейник и смешбок. Да. Для растушевочных, бочонок и для румян. Так, тон выбираем. Это я вам пока сюда положу. Выбираем тон. Мне что может быть вот это? Давайте ручку. Что нужно сделать? А я вам сейчас все сделаю. Посмотрим, как он. Он прям такой полупрозрачный. Вам будет с ним максимально комфортно. Слушайте, кстати, по тону очень хорошо даже. Вы его чувствовать не будете, так как у вас кожа комбинированная. Вам тоже будет комфортно за счет того, что он немножечко будет контролировать вот эту выработку сегума. Хорошая вещь очень. Этот тушь называется «Ноу Панда», который смывается тоже теплой водой. Термотушь. Очень хорошо. То есть у вас не будет отпечатываться вот это все. А вот у меня века-то нависшая. Вот если взять, который отпечатывается, я буду ходить с двойным. Все, понятно. Отпечатком туши. Так, брови. Давайте возьмем здесь мои одни из самых любимых карандашей для бровей. Называются они «Карии очи». Я его использую постоянно практически. Так, что у нас дальше поехали? Консилер Эрборин. Можно вот этот вот, да? Вот, да-да-да, который Биби. Я думаю, что он... Это вот он же одного оттенка, да? Он одного оттенка, да. Потому что здесь там платье, а здесь Биби и Ухуд. Вот. Я думаю, что хорошо будет. Он такой, видите, он легенький, такой немножко даже маслянистый. Давайте я вам даю его. Наши дисконт на карте есть? Да, да. Спасибо. У нас получается каплод 7 791 рублей. 35, 213. Покажем. Сколько у нас осталось? Положились? Две минуты. Чемпо пакет? Спасибо за покупку. Благодарю, до свидания. Две минуты. Спасибо большое. Побежали. Девочки, мы сейчас бежим просто. Мы должны за две минуты вернуться туда же? Да, да, да. Лифт. Нет, я побежала за лифтом. Да будет так. Заходим, заходим. Максим, на четвертый. Отлично. Уже не три вообще. Так, сюда. Ура! 18 минут. Я вспотела. Саша, спасибо вам. Вуаля. И? 19,50. Супер. У нас еще 10 секунд. У нас 10 секунд. Ура! Я так рада. Я всегда так переживаю, когда вдруг мы не опоздаем. Ой, вдруг мы не опоздаем. Почему? Выдохнули. Выдохнули. Потому что, если бы мы опоздали, то тогда... Эта косметика уходит кому-то из наших зрительниц. Окрасились бы мы вашей косметичкой. Ах, вот оно что. Вот оно что. Я-то и не знала. Поэтому здесь участвуйте не только вы, но еще те девушки, которые нас смотрят. Ну, как ощущения? Сердце бьется, как в 16 лет. Вы по магазинам, когда ходите, вы быстрее ходите или, наоборот, медленнее? Вот как у вас это происходит? Да нет, быстро. Быстро, четко, что-то ушло. Ну, вот я тоже так люблю. Быстро, четко, все, по делу и... Я все быстро. Так, сейчас мы с вами эту всю косметику будем тестировать и сделаем полноценный макияж. Ну что, девушки, давайте сейчас протестируем ту продукцию, которую, Мария, мы вам сегодня приобрели. Вы готовы? Да, я тоже. Давайте. Мы сейчас с вами предварительно очистим лицо. Подготовим кожу для дальнейшего нанесения макияжа. Сейчас просто мицеллярка, чтобы лишнее загрязнение убрать. Мы же с вами бегали. И дополнительно кожу протонизируем. У Марии очень хорошая кожа. Она у вас, да, комбинированная, вы сказали. Да, она вообще у вас не склонна к жирности, потому что нету расширенных пор, нету вот такого активного блеска. То есть она у вас, я даже бы сказала, что у вас нормальная. Мы сейчас вам нанесем базу. Базу наносим Dior Backstage. Она прозрачная, она не будет не давать никакой плотности к макияжу. Но при этом, вот вы сказали, да, то, что есть периодически небольшой блеск, она будет как раз-таки вот его контролировать. Ну и, соответственно, давать очень хорошую стойкость макияжу. Да, блеск в основном появляется в тезоне и лоб. Вот поэтому в данном случае я вам сейчас базу прям полностью на все лицо не наношу. Потому что, в принципе, это и не нужно. Уже затем наносим сейчас тональное средство. Наношу все с помощью спонжиков. Спонжики мы тоже купили. Очень люблю эти спонжики. Вот именно такими набивными движениями все это так легко наносится. Без каких-либо разводов, пятен. Все очень красиво будет работать. Тоже, опять же, вот эта часть у вас, она прям идеальна. То есть прям полностью тон на все лицо наносить. Может быть, и не всегда нужно. Особенно, если это летнее время года, да. То, когда макияж у нас уже немножко так, скажем, течет, потому что жарко, то вот как раз-таки проработать исключительно Т-зону будет вполне достаточно. Но сейчас мы так. Я, видимо, абсолютно интуитивно делала именно так. Да? Супер. Можно, на самом деле, и без спонжика. Можно с помощью пальцев. Вот именно, как бы, такой вот набивной техникой тоже все так же будет легко растушевываться и очень деликатно ложиться. Тон вообще прям четко подобрали по оттенку. Хорошо он работает. Он прям такой, знаете, полупрозрачный. Он на водянистой основе. Поэтому, в принципе, если, вот, например, хочется сделать тон чуть-чуть поплотнее, то можно вот это все сейчас будет продублировать. Вот этот слой. Он будет, соответственно, плотнее. Как по ощущениям? Очень приятно. Такой нежный. Как увлажняющий легкий крем, я бы сказала. Да, и у него, как бы, такая, как раз-таки, текстура, она немножко бархатная. Девушки, это как раз-таки тон Диор Бэкстейдж, повторюсь. Ощущение, как будто кожа дышит. Вот это, кстати, тоже важно, что, во-первых, она в любом случае будет дышать. То есть, с ней ничего там не будет. То есть, чтобы не было никаких воспалений, вот таких вот нюансов, это все-таки больше правильное очищение, нежели как будто декоративные средства что-то там портят. Ни в коем случае нет. Сейчас нанесем корректор. Сейчас наверх. Корректор Эрбориан. У вас, как бы, теневая зона под глазами тоже не особо активная, то есть все хорошо. Поэтому прям уж как-то там совсем плотно наносить и не нужно. Плюс ко всему мы делаем такой макияж, не скажу, что вечерний, такой для повседневной основы. Уже звезда. Это у нас макияж такой камуфляж называется. Сейчас посмотрите по камеру. Закрываем глаза, чуть-чуть выровняем подвижное веко по оттенку, потому что на самом деле очень у многих тут венки близко расположены, кожа нежная, тоненькая и за счет этого лучше подвижное веко тоже выравнивать. Открываем. Да, и глазки смотрятся вставшие. А, ну, если не выровнять, то да. Чуть-чуть проработаем крылья носа. Есть небольшие покраснения, незначительные. Опять же, тут, кстати, очень у многих девушек есть покраснение именно конкретно в крыльях носа. За счет того, что, опять же, там расположены близко сосуды, и вот это дает дополнительную лишнюю тень. Если где-то тон не справился, да, вот локально можно корректором тоже проработать. Будет хорошо. Сейчас мы нанесем вам хайлайтер. Хайлайтер, кстати, можно наносить как с помощью кисточки, можно наносить с помощью спонжа, можно с помощью рук. То есть тут как вам комфортно. Мы сейчас нанесем с помощью спонжика, чтобы у нас было такое деликатное свечение. Чуть растушуем. Тоже очень мягкая текстура. Это сухой хайлайтер от фирмы Dior. Ну, кстати, руками тоже достаточно легко растушевываться. Обязательно на пик брови. Я еще очень люблю на центр губ немножечко. Вот тут вот чуть-чуть объема даем, и они такие прям очень более становятся, так сказать, желанными, если можно так сказать. Чуть-чуть зафиксируем это все дело пудрой. Пудра у нас такая полупрозрачная. По цвету тоже, кстати, хорошо. И уже поверх наносим румяна. Сейчас улыбаемся. И вот прям на яблочке. Так, ну что, мы немножко подготовили лицо. Я протерла, сделала специальный тоник. Теперь приступаем к нанесению крема. Нам, кстати, в магазине подарили такую маленькую миниатюрку. Это про ночной крем, но ничего страшного. Миниатюрка и приятно. Да, 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 да. Вот. Это люминэ. Как я уже говорила, что есть средства, которые из косметологии. Поэтому люминэ, вот бренд, честно говоря, знаете, даже мне как-то еще, кажется, с детства еще такая есть любовь к этому бренду. Потому что раньше была реклама средств различных, и Невея, и Люминэ. Поэтому вот наношу на все лицо. Ну, то есть, как обычно. Вы же используете крем для лица? Используете. Вот, прекрасно. Куда же без него? Без него никак. Особенно в отопительный СИЗО. Особенно, да. Он как раз еще такой питательный и замечательный. Значит, следующий шаг у нас будет, точнее, первый шаг всегда – это тон кожи. То есть, если хотите выглядеть роскошно, то начинаем всегда с подготовки кожи. Без этого никуда. Именно это дает молодость. Поэтому сначала мы будем наносить тональный крем, который мы приобрели, и вот такой вот корректор зеленого цвета, который будет очень хорошо убирать покраснением. Они, покраснение, я так понимаю, что оно у вас тоже таки то есть, то нет. Бывает, выходят, неизначай, в самый неподходящий момент. Так, значит, как лучше сделать, чтобы это было быстро? То есть, наша задача же так, чтобы это еще было элементарно для вас, да, чтобы это не был какой-то сложный процесс, иначе вы можете в итоге сказать, что ой-ой-ой, что-то все это сложно, поэтому, скорее всего… Пускай еще годик полежит. Полежит груза. Да-да-да, чтобы не лежал, значит, как я советую делать. Значит, чтобы было просто тон наносим не на все лицо, а буквально на центральную часть. И сразу же смешиваете тональный крем с базой. Берете зеленую базу, вот именно прям вот так вот на руку, небольшого количества. Замечательно немедленно цвет. Да, который очень хорошо нейтрализует, это у нас Vivienne Sabo, красноту лица. Потом берем сыворотку, раз, все это смешиваем на руке, делаем ровный тон. Он такой чуть-чуть посветлее становится. И он, конечно, не зеленый, но все-таки в нем присутствует такая вот легкая, ну, как бы такой оливковый мятный цвет. Это если сравнивать, например, с тем, какой он есть в бутылочке. Поэтому он уже чуть-чуть зеленоватый. Дальше наносим все это руками. Быстрее получается, удобнее. И вы чувствуете, сколько вы нанесли, как он впитывается. Так как задача у нас сделать быстро, то вот этот способ смешения базы и тонального средства вместе дает очень хороший эффект. Вот такие движения аппликативные. Это особенно хорошо для тех девушек, которые, например, с тональными средствами на вы, вы особо ими не пользуетесь. И вам нужно, чтобы это было быстро и незаметно. Просто когда вы делаете руками, то вы руками чувствуете, сколько вы нанесли, нет ли вот этого лишнего. Потому что спонжем не всегда получается. Кистью тем более. Это нужно быть реально прям профессионалом. Поэтому вот тут вот лучше попробовать вот такими движениями. А когда вы будете хорошо знать, как ведет себя текстура средства, которые вы используете, потому что разные тональные средства, разные дают результат. Чуть-чуть ко мне. Опустите капельку головы. Поэтому, когда вы знаете свое тональное средство, как оно работает, таким образом вы можете нанести тональное средство, мне кажется, даже в темноте, даже без лампы, при плохом освещении, с закрытыми глазами, в машине, в любых условиях. Потому что вы прекрасно понимаете, что я сейчас делаю вот эти движения, и будет все хорошо. Значит, вот у вас, кстати, одежда светлая. Поэтому стараемся не наносить вот сюда, где шея, где уши, потому что все это будет грязно. Поэтому лучше сделать только центральную часть. Вот смотрите, посмотрите прямо. Уже ровненько хорошо. Посмотрите вот сюда. Вот, отлично. Так. И чуть-чуть на центр лба. Скульптурирование идет на усиление своих достоинств. Все, больше не надо. Очень удобно. Совсем чуть-чуть, остальное я убираю. В следующий раз, когда, опять же, вы знаете, как работает средство, вы уже дозировку чувствуете и не будете там лишнее использовать. Вот, поэтому вам его хватит надолго. А выглядело таким блестящим, когда вы его на руке смешивали, а тут такое. Да, но у нас сейчас еще следующий шаг. Это средство, консилер для зоны глаз. Люблю этот консилер Max Factor. Удобно, что здесь есть вот такой вот аппликатор. Выдавливаю. Кстати, в некоторых случаях, когда нужно сделать быстрый макияж, вы можете даже вот одним вот этим консилером, здесь хороший объем, по-моему, здесь, да, 7 миллилитров. Поэтому, кто не использует тональные средства, бывает, можно купить вот такое, получится 2 в 1. Так, наносим. Смотрим, куда. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда в камеру. Вот, кстати, вот хорошо видно. Значит, на весь глаз не надо наносить. Смотреть, открываем, открываем. Вот туда смотрим в камеру. Чуть-чуть совсем на зону глаз. Там, где есть легкая тень. Нанесли, пальчиком дотронулись. И у вас сразу же эта тень пропадает. Сразу получается, что фокус идет на форму глаз. То, что века объемная, вообще-то не катастрофа. Я сейчас вас научу, как правильно наносить тени. И будет великолепно подчеркнута ваша пропорция. Теперь это же средство. Закрываем, наносим и на верхнее века. Все это можно делать. Видите, я набираю с руки консилер. Потом наношу аппликатором. И уже потом растушевываю. Потому что, смотрите, запоминайте, Анна. Если, откроем глаза, взять консилер и вот так вот нажать. Здесь это средство выйдет. И сразу наносить на глаза. Это может быть перебор. Да, там будет столько. И вот основная задача как раз постараться этим средством не подчеркнуть тонкую кожу вокруг глаз. То есть очень часто как раз, когда девушки неправильно подбирают консилер, ну ладно, купили плотный. Просто плотный, вот как раз ваши косметички, они плотные. Если неправильно нанести, он просто будет откровенно лежать. И это не украсит никак. Как песок. Да. И как раз морщины все подчеркиваются. Поэтому очень многие девушки разочаровываются в этих средствах. И говорят, я покупала, мне не подошло. Он только подчеркнул морщины. Поэтому плохое средство использовать не буду. А это потому, что подобрали неправильно в соответствии с вашим состоянием кожи. Например, открываем. Вот этот консилер мне чем нравится? Тем, что он увлажняющий. То есть он не сушит. Поэтому он не подчеркнет. Еще раз наверх глаза. Так. И аккуратненько. Он не подчеркнет зону вокруг глаз. То есть очень часто бывает так, что без консилера вроде бы я не вижу никаких морщин. Нанесла консилер. Такое впечатление, что морщины нарисовали. Откуда же они? Да, да, да. Оттуда, что средства имеют пудровую консистенцию. И тут же все это подчеркивает. Мы уже подготовили кожу. Протонизировали ее. Она полностью очищенная. Поэтому сейчас уже начинаем наносить декоративные средства. Это у нас база. Диор Бэкстейдж, которую мы приобрели. Наносим ее на Т-зону. Наносим с помощью спонжика. Можно с помощью пальчиков. То есть тут как вам комфортней. И так и так будет хорошо. Без разводов. Все будет ровненько ложиться. Соответственно, на тональный крем мы будем сейчас наносить так же. Все то же самое. Тон на водянистой основе. Чуть-чуть-чуть ко мне. Ага. Тон на водянистой основе. Поэтому вы, в принципе, можете дублировать. И, соответственно, он будет становиться плотнее. Вот если, например, макияж больше дневной, то вот такого одного слоя будет достаточно. Он прям, знаете, как вторая кожа. Если уже мы говорим про вечерний макияж, то можно тон как раз таки вот то, что я сказала, продублировать. Он будет поплотнее. И на вечер будет самое оно. Сейчас в камеру. Угу. Можно опять же с помощью спонжа. Можно вот такими набивными движениями. Как вам будет комфортно. Я спонжиком люблю работу, потому что, знаете, как такая стирательная резиночка. Он все очень хорошо наносит. И при этом, если вдруг где-то что-то случайно ляпнули, то он здорово это нейтрализует. Сразу же тон как выравнивается. Посмотрите. Угу. Очень приятный тональный крем. Как будто легкие увлажняющие наносит. Нет ощущения маски на лице. Ну да. Вот он потому что вот на водянистой основе. И в нем будет прям комфортно. Этот тон подойдет для кожи как раз таки для комбинированной и склонной к жирности. Для сухой кожи такой тон будет очень не тяжеловат. Но такой кожи будет очень некомфортно в нем. Затем мы наносим корректор. Смотрим сейчас наверх. От фирмы Эрбориан. Как раз таки на вот этот вот теневой рисунок. Можно тоже. Можно пальчиками наносить. Вот такими набивными движениями. А можно с помощью кисточки. То есть тут кому как удобно. Я еще люблю дополнительно с помощью корректора периодически поверх тона проходиться. И если где-то тон сработал прозрачно, корректор он чуть-чуть выровнит. И при этом плотности макияжа не будет. Всегда прорабатываю крылышки носа. Потому что абсолютно у всех очень тут близко расположены сосуды. И вот это создается дополнительная краснота. И когда мы ее нейтрализуем, то он лица автоматически становится более ровным. Сейчас закрываем глазки. Кожа очень нежная, тоненькая. Поэтому опять же видны венки. Есть небольшая краснота. Нейтрализовали сразу же тон лица. Видите, у нас вот эта часть лица стала более плоской. А тут, так как теневые зоны не ушли, их нужно дополнительно проработать. Можно немножко вот тут тоже пройтись. Посмотрим в камеру. Отлично. Затем наносим хайлайтер. Хайлайтер у нас от фирмы Dior. Можно наносить с помощью, опять же, рук. Можно наносить с помощью спонжа. Давайте... А можно с помощью кисточки, как вам нравится. Нанесем тут с помощью спонжика. Видите, какое сразу же свечение. Вот так вот, если поиграть, вот так вот оно пошло. Красивое. А сюда нанесем с помощью пальчиков. Также очень люблю наносить на центр губ. Тоже такое деликатное свечение получается. И подпровку. И даем дополнительную фиксацию. Соответственно, так как у нас кожа комбинированная, зафиксируем это все пудрой. Пудра у нас от Chanel. Румяна. Улыбаемся. Прям на яблочке можно смелее. Очень красивый холодный оттенок. Как раз подходит вот на холодное время года. Будет смотреться очень актуально. У вас, кстати, были румяна в косметичке. Я помню. Вы как часто ими пользовались? Всегда. У меня абсолютно бледное лицо. У меня совершенно нет своего естественного румянца. А, да? Да. Вот румяна-то, конечно, еще... Не краснею никогда. Да. Сразу же, на самом деле, сделали холодный оттенок, насколько глаза стали ярче. Вот этот вот любимый прием Жанны, когда нанесли румяна, и вот можно... Эта же кисточка для румян немножко как бы ее сжать и вот так вот нанести на подвижное веко. И у вас сразу же макияж, он будет такой единый. Знаете, такой макияж пятиминутка. Вы сделали тон, нанесли румяна, проработали с помощью кисточки глаза, сделали ресницы, все. Звезда. Вот это как раз мой вариант. Да, я же пятиминутка. Очень его люблю. Следующий шаг. Так, вот у нас такая вот кисточка. Красавица-кисточка. Да, да, да. Верите? Нет, я думаю, что она... Смотрите, видите, такая кругленькая. Я такие люблю, потому что удобно будет наносить пудру. Следующее средство. Мы не купили отдельно пудру, мы купили румяна, который можно использовать как загарную пудру. Загарная пудра – это такой цвет загара. И здесь как раз два цвета замечательных, которые могут нам подойти и для моделирования лица, если надо, нам не надо, у вас хорошее лицо, и в качестве румян. А можно вот так вот все вместе, и получится очень красивый цвет. Такой цвет создает эффект, как будто вы только что с отпуска, вы и так с отпуска. Значит, это можно или, скажем так, подчеркнуть, нарисовать, а можно это продлить. Вы сказали, что вы недавно где-то отдыхали. Да, я отдыхала, я была в Турции. Вот. Значит, нам нужно... Там не так уж много солнца, но есть. Продлить вот этот, пускай даже легкий загар. Поэтому набираем на кисточку вот так, со всех сторон, прям полностью, чтобы кисточка была в этой текстуре. Ну, теперь, очень удобно, что здесь такая... Мне еще, знаете, что нравится? Вот я румяна часто ношу с собой, что очень тонкая упаковка, поэтому, когда кладешь в косметичку, нет вот такого ощущения, что там она просто разрывается. Вот это вот, кстати, для меня, тоже как вот для женщины, как для визажиста, те средства, которые вот миниатюрные, например, хайлайтер, да, очень удобно, что у меня потом косметичка не будет разрываться. Не разбухает, как брюхо у кита. Да, потому что вот есть как раз особенность, отличие в люксе. Там упаковки бывают такие, знаете, прямо какие-то исторические, какие-то такие плотненькие, толстенькие, и там и зеркало будет, и еще что-то, и еще что-то. Как свой бадуар с собой, так скажешь? Да, да, и такие средства с собой брать неудобно. Вот. Итак, набрали на кисть, затем встряхиваем обязательно, иначе будет много на лице, и можно сделать пятнами. Значит, когда мы загораем, в первую очередь, как раз именно центральная часть, поэтому еле-еле дотрагиваясь кисточкой, мы вот такими очень мягкими движениями, релаксирующими. Я бы даже сказала, это вот отдельный такой ритуал, который просто, знаете, и расслабляет лицо, сразу разглаживается, сразу уходит какая-то вот, может быть, напряженная мимика. Ну и вообще просто кайф. Тем более сейчас такие кисти замечательные, что, посмотрите, чувствуете, да? Прям как массаж. Да, 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 да. Наносим на центральную часть. У нас лицо уже, посмотрите, прямо, оно немножечко как бы подцеплилось. Так, сейчас сделаю еще раз. В чем прелесть тоже, что нету такого очень ядовитого цвета, это очень хорошо. Так, стряхиваю. Теперь немного на щечки, потом на подбородок сверху, нос, лоб. Вот и у нас уже в некоторых случаях уже вот так вот хорошо можно выходить в прямые эфиры. Так, посмотрите, красота, красота. Теперь, значит, этому придали теплоту коже, а румяна для того, чтобы придать свежесть. Тоже очень удобно, смотрите, два цвета. Значит, под настроением. Или хочется, если вечером, можно потемнее, если днем посветлее. А если хочется... Да, то можно так. И не взбалтывать. Да, отдельную кисть не надо, просто взяли вот эту же, которую наносили, пудру загарную, и все. Только здесь наносить со всех сторон не нужно. Набрали с одной стороны, опять стряхнули и наносим на щечки. И вот тут вот как раз очень хорошо смешивается предыдущее средство с румянами. Получается то, что надо. Все, посмотрите в зеркало. Вот, у нас уже красивый ровный тон кожи. Так, с кожей мы еще не закончили. Следующий шаг – это хайлайтер. Это то, что придает жемчужное свечение. Я прям без него не могу и советую практически всем. Кремовый, что тоже очень удобно, потому что на те зоны, на которые мы наносим кремовый хайлайтер, нам важно, опять же, не подчеркнуть морщинки. Поэтому, видите, такое-такое легкое свечение? Прям деликатное, вот как жемчужное. Еще можно сказать, это сатиновое. Видно? Красота. Да. Берем так небольшое количество на палец и наносим чуть-чуть под пик брови. Теперь на выступающую часть скулы. Даже если, например, не выступает, мы можем сделать немножечко как будто бы выступающую. С этой стороны. В общем-то, все, больше никуда не надо. Можно еще на верхнюю контургу. Да, достаточно. Вот с каждым разом, с каждым движением лицо все больше приобретает вот прям такой холености и лоска. Вот это очень ценно. И вы, когда будете смотреть на зеркало, всегда будет такое вот состояние, как бы, боже мой. Захочется улыбнуться и сказать, но так же тоже бывает. Спасибо большое скульптуру моему. Теперь переходим к бровям. У вас форма на самом деле прекрасная, очень хорошая. Вот именно та самая классическая форма, про которую говорит Жанна. Мы сейчас буквально чуть-чуть сдвинем пик. Я смотрела ее в руки. Молодец. Это не поменялись благодаря ей. Исключительно. Но у вас есть чуть-чуть перманент, да? Ну, старые остатки. Ну, очень деликатно он на самом деле у вас ушел. Поэтому не страшно. И вот сейчас с помощью карандаш. Карандаш у нас фирмы Smashbox. Он хорош тем, что, в принципе, очень легко ложится. Потому что у него как бы форма такая, знаете, он ложится полностью вот так вот на бровь. И вот эта линия, вот она такая тоненькая, как прорисовывается. Я вот за это очень люблю механические карандаши. Помним, да, что у нас самая темная часть в бровях. Это кончик и пик. Начало прорабатываем совсем чуть-чуть. И это вот уже моя щеточка, правда. Потому что обычно на карандашах на другой стороне там есть вот этот вот ершик. Вот эта щеточка, которая как раз таки дает вот эту мягкую растушевку. Но у нас тут на другой стороне фиксатор оттеночный. Поэтому мы сейчас зафиксируем именно волоски по форме уже в конце. Карандаш очень мягкий. То есть тут вы проработали брови, дополнительно растушевали. И очень все мягко смотрится. Чуть-чуть растушеваю. Угу, смотрим прямо. Ну и вторая бровь. Все то же самое. Ну вот. Так, смотрим. Вот мы сделали бровь. Так, следующий шаг. Брови. Ой, мой любимый карандаш. Ева Мазаль. Там три цвета. Есть цвет, который называется кари-очи. В данном случае это анютины глазки. У них нет номера, у них только вот название. Название такие интересные. Кари-очи, анютины глазки. Так как брови у вас нежные, поэтому карандаш это тоже нежненький. Ой. Итак, смотрим. Смотрите в камеру, вам так будет удобно. Значит, смотрите и запоминайте, Анна. Бровь просто великолепная, все хорошо. Единственное, что, смотрите сюда. Единственное, что, что вот в этой зоне она по цвету понежнее. Поэтому вы сказали, что у вас века новейшая, да? Там есть такое. Так вот, брови в большей степени, наверное, поднимают как раз век. Поэтому очень важно не столько усиленно красить макияж глаз, сколько именно правильно сделать брови. Поэтому, когда мы прорисовываем и делаем чуть-чуть поинтенсивней по цвету, для того, чтобы у вас фокус внимания ушел вот на эту зону. Потому что... Так, сейчас я покажу, почему. Расскажу, чтобы было... Ну, вот именно у вас понимание. Тогда вы будете всегда помнить, зачем делать именно так. Так, смотрим прямо. Значит, смотрите, какая особенность. Смотрите сюда. Дело в том, что когда бровь вот здесь нежная по цвету, то вот эта часть века, она как будто бы начинается отсюда. То есть объем будет более выступающий. Как только здесь мы прорисовали бровь, обозначили вот этот вот пик и изгиб, и сделали ее тут потемнее, то тогда вот эта зона, вот эта точка, она как будто бы дает такой эффект лифтинга. Сразу же эффект подтяжки. Поэтому вот эта прорисовка имеет просто ключевую роль. Поэтому, девушки, у кого тоже, возможно, такое же строение века, нормальное распространенное строение европейского лица, поэтому обратите внимание, какая у вас бровь. Бровь имеет большое значение. И вот как раз сейчас вот здесь, так, посмотрите, ага, вот сюда в камеру, очень хорошо это читается, что вот этот глаз кажется более открытым. Так, ну, теперь просто дублирую второй глаз. Поэтому лично вам будет это легко сделать, потому что у вас своя форма бровей классическая, правильно? Ничего именно как с точки зрения коррекции делать не нужно. Вы просто добавляете интенсивность цвета, и она становится, ну, скажем, такая ровная, однотонная по всей линии, а не только в самом начале. Так, я вижу, что здесь нужно еще чуть-чуть добавить. Это очень важно. Прям брови, это наше все. Так, посмотрите в камеру. Прекрасно. Так, теперь переходим к глазам. Вот реально уже сделан тон, брови. Все, уже сразу же звезда. Так, берем карандашик. Делаем межресничную стрелку. Сейчас закрываем глазки. Я обожаю межресничку. Мне кажется, благодаря ей как-то взгляд глубже. Конечно. Ресницы более густые. Форма глаз сразу же подчеркивается. Становится более выразительной. Открываем и смотрим вниз, вот в уголочек, вот сюда. Ага, к внутреннему уголку. Подберусь. Открываем. Открываем. Смотрим прямо. Сразу же, да, насколько. Вроде бы мы ничего по сути не сделали, но уже этот глаз ярче. Открываем, там чуть-чуть на кожу попало. Сейчас просто лишнее убрала. Можно это сделать, вот это убрать лишнее, с помощью ватной палочки. Тоже понимай. Закрываем. Второй глаз. У нас с вами в карандашик фиолетовый. А фиолетовый оттенок в вашем случае будет как раз-таки усиливать оттенок глаз. Он вот как раз-таки фиолетовый подходит. Для серо-зеленых, для зеленых глаз. Открываем вниз уголочек. И прямо. Хорошо. Следующий у нас. Мы берем карандаш. Я выбрала пупа номер 13. Он такой очень мягкий. И он для того, чтобы прорисовать и сделать небольшой цветовой нюанс, что касается вашего цвета глаз. Я очень люблю делать макияж, который на контрасте усиливает свою палитру, свою естественную палитру. Значит, вот посмотрите сюда. У вас волосы с рыженькой теплого цвета. Кожа сейчас приобрела тоже такой немножечко теплый оттенок. Цвет глаз тоже теплый. Поэтому вот к этой теплоте, если мы добавим холодные элементы, поэтому вот этот карандаш, он такой немножко как с голубоватым потоном. Он вроде бы серо-синий-голубой, но не такого ядреного цвета, очень деликатный. И если мы сейчас немножко прорисуем, то как раз будет усиление всей теплой палитры. А глаза какого цвета станут? Еще ярче натуральный цвет, то есть такие кари-зеленые. Они у вас смешанные. Что-то есть немножко чайного цвета, есть что-то с зеленцой. Поэтому вот эта теплота чайного цвета и зеленого, теплого цвета, на фоне холодного усилится. То есть можем делать все, что захотим. Да. Так, сейчас делаю межресничную прорисовку. Закрываем глаза. Поэтому не всегда, вот далеко не всегда. Ой, у меня карие глаза, значит коричневый карандаш. Когда все идет в одном цвете, бывает очень скучно. Но и в то же время, очень часто там на своих вебинарах, и вообще я рассказываю, я люблю макияж, с другой стороны, натуральный. Но натуральный это не значит, что, знаете, вот сейчас мы накрасимся полностью в бежево-коричневую палитру, и вот это естественно. Естественно, можно быть и в цветном варианте. Просто именно здесь имеет значение техника. Так, посмотрите в камеру. Так, вот я и прорисовала межресничное пространство. Знаете что, давайте я дам вам, может быть, вот так вот посмотреть поближе. Вы видите, что появилось такое именно легкий подтон? Да. А цвет глаз видите? А цвет глаз, да. Да, и вы его мне подчеркнули, он ушел, ну, стал более голубоватым. Я бы сказала, по крайней мере, окантовка получилась голубоватым. А вот самые глаза, они стали, ну, вот более теплые. В центре. Да. Да, 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 да. Вот. Вот такие фокусы я обожаю. Теперь наносим тени. Тени у нас с вами в Шанель. Закрываем. Я всегда люблю начинать с внешнего уголка. Ну, как я, Жанна, так меня учила. Все жизнь. Темный оттенок. Но я всегда макияж сначала делаю натуральный, а потом с помощью темных теней я его усиливаю. И тогда я не перебарщиваю. Смотрим сейчас четко на меня. На меня, на меня. Угу. Проработаем складочку подвижного век. В вашем случае нужно ее при открытых глазах прорабатывать. У вас глаз красивая, но вам нужно прям ее подчеркивать. Это грех не подчеркивать в вашем случае. Угу. Можно даже чуть-чуть потемнее. На меня. Угу. Камера на самом деле чуть-чуть съедает. Поэтому я вот буквально чуть-чуть сделаю понасыщеннее, чтобы девушки тоже видели, как тени работают. Угу. И уже на подвижный век и закрываем полностью. Мы наносим оттенок светлее. Угу. Угу. И все, в принципе, вот этот рисунок, потому что, помните, мы наносили светлый хайлайтер под бровь. Тут у нас темный рисунок, и мы можем их соединить с помощью как раз-таки румян, чтобы у нас был такой единый рисунок и очень мягкая растушевка. Угу. Угу. Смотрите прямо. Угу. Смотрите, как оттенок глаз усилился. Так. Переходим ко второму глазу. Закрываем. Так. Теперь смотрим прямо. Угу. Угу. И при открытых глазах прорабатываем складочку. Угу. Угу. И растушевываем. Я сейчас все то же самое сделаю, как на вот этом глазу. А если иногда, например, вдруг выехали мимо формы, то можно взять спонжик. Вот он, стирательная резиночка. И лишнее немножечко подстереть. Угу. Так, чуть-чуть, наверное, еще нужно добавить. Чуть-чуть выровняем симметрию рисунка. Ну, хорошо. Теперь переходим, может быть, это один из сложных таких моментов, к теням. Вот это одна из моих любимых палеток. Кстати, у меня сейчас на глазах тоже она. В чем прелесть этой палетки? В том, что здесь как раз такая, я бы сказала, цветовая палитра больше зимняя или для тех, у кого глаза теплого цвета или зеленые. То есть карие, черные, зеленые глаза. Вот здесь цвет вот этот, он немножечко такой, как будто бы сливовый. Но на самом деле он не дает такого именно сливового винного цвета. Он будет смотреться очень натурально. Но цвет глаз станет ярче. Хочу предупредить сразу, так, можно вот сюда, ну, что вот эти вот аппликаторы, кисточки, они не очень удобны. Поэтому я их, честно говоря, выбрасываю. Или вот эту кисточку можно будет использовать, например, в качестве консилера или для помады там, если что. Но для теней нет, нет, нет и нет. Пускай она здесь останется. Вот. Итак, перед тем, как наносить, значит, я купила вам три кисточки. Значит, одну мы использовали и еще вот две кисти. Вот эта такая, как больше, как растушевочная. А вот эта для нанесения темных теней. Значит, начинаем сначала с легкого варианта, с легкого цвета. И я беру вот эту кисточку, которая побольше. И сначала мы берем вот такую пудру. Пудра румяна натурального цвета. Мы ее уже пользовались. Да. В чем прелесть, что вы не сможете дальше, например, более темным цветом сделать какой-то грубоватый рисунок. А нам уже нужно, чтобы это было легко и быстро. Так, смотрим в камеру. Значит, вот объемно. Давайте, знаете что? Вы можете даже немножечко посмотреть. Я буду вам показывать, а вы смотрите. Вот. Да, 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 да. Смотрите. Вот на эту часть века, которая объемная, вы вот такой кисточкой растушевочной наносите вот этот цвет. Получается несложно и никаких не будет разводов, безумного затемнения. Но это уже коррекция века. Уже глаза становятся более открытыми. Матовый цвет, он здесь дает глубину, а вот тут мы высветлили. Таким образом получается, что мы уже как будто бы скорректировали. Сейчас вам покажу один глаз. А теперь следующей кисточкой вот такой вот я набираю вот этот цвет, который темный. С двух сторон так, раз, два. И уже темный цвет на предыдущий цвет будет ложиться очень легко и хорошо. Глаза опять открыты. Смотрим, вот правильно. И вот эта часть века, которая объемная. Смотрите, мы именно вот сюда и наносим темные тени на самую выступающую часть века. Посмотрите, пожалуйста, в камеру. Вот. И у нас уже получается такая небольшая точка, которая визуально создает вот этот эффект лифтинга. Чуть-чуть усиливаю. Не бойтесь, что это темно, потому что сейчас я растушую и будет все очень естественно. А когда еще ресницы накрасим, будет вообще все как будто бы и не красились. Но при этом мы немного корректируем века. Темный цвет, еще раз повторяю, дает затемнение и, соответственно, глубину на самые выступающие части века. Так. Но не будет одно веко об другое растираться и не уйдет он? Нет, 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 нет. Все равно будет держаться. Да. Есть еще тоже такой важный момент, что вот затемнение мы наносим на ту часть века, которая не соприкасается у нас с подвижной зоной. Да. То есть вот эта зона, она не соприкасается. Так. А теперь посмотрите, пожалуйста, в камеру. Вот. А вот сейчас как раз очень хорошо видно, как меняется форма глаз. Сейчас, что вот эта зона кажется более объемной, а здесь уже не так объемно. Вот так вот это работает. Поэтому, девушки, те, кто смотрит сейчас эфир, я хочу вам сказать, неважно какой объем у вас века. Некоторые говорят, вот у меня там веки возрастные и уже все такое. Так не получится. Получится на любых веках. Самое главное понять вот эту вот технику, как это все выстраивается. Теперь дальше. Значит, из этой палетки что еще можно? Вот эти два цвета по настроению. Сегодня вот этот, завтра вот этот, как понравится. Наносится это все пальцем. Очень быстро. То есть тут не нужно как-то еще одну кисточку уметь что-то. Можно вот этим аппликатором, но лучше пальцем. Пальцем которым? Вот каким удобно вообще. Если неудобно, например, за ногтей, то тогда можно вот аппликатором. Я обычно делаю пальцы. Набираю вот так вот на пальчик цвет. И наношу на подвижную часть века. Смотрим вот так вот в камеру. Ага. Закрываем. Вот тут часть, которая двигается, называется подвижная. Та, которая не двигается, называется века. И пальцем наношу, растушевываю. У меня получается очень мягкий, плавный переход одного цвета в другой. Тут посветлее, тут потемнее, тут уже чуть посветлее и самый светлый цвет. Открываем. Вот. И в целом получается, в общем-то, готово. Так. Ну что, ресницы. У вас ресницы шикарные. Они у вас такие длинные, густые. Мы сейчас еще их, если тушью проработаем, это будет просто вообще взлетим. Смотрим вниз. Можно моргать. Уголочек сюда. Мы как бы веером сейчас разложим. Угу. Теперь просто вниз. Так. Смотрим прямо. Отлично. Можно даже еще чуть-чуть пониже. Так. Отлично. Ну и второй класс. Посмотрим вниз. Иногда бывает, что вот так вот красите ресницы, вдруг на ваш красивый рисунок теней попала тушь. Ни в коем случае ее сразу же не нужно влажной ватной палочкой смывать. Мы дожидаемся, когда тушь чуть-чуть подсохнет. И просто сухой ватной палочкой мы ее убираем. При этом ни рисунок не травмируется. И вот этих, вы знаете, таких, смотри вниз, белых пробелов нету, когда проработали влажной ватной палочкой. Все очень так деликатно. Саша, это потрясающий лайфхак, потому что это вечная беда. Так. И в уголочек снова. Вот этот, вот этот, вот этот. Ага. Смотрим прямо. Туда. Угу. Еще чуть-чуть. Следующий шаг. Это Ева Мозаик тушь. Она называется Ноу Панда. Ноу Панда. Что это значит? Это значит, что она не будет осыпаться. То есть сейчас многие марки уже предлагают тушь, которая называется термо. То есть смывается теплой водой при температуре чуть больше 38 градусов. Или от 38. Поэтому вот эту тушь мы сейчас накрасим для того, чтобы вам было комфортно. Там дождь, снег и так далее. Или, я не знаю, слезы, счастье. Чтобы все это... Точно мне не будет отпечатывать верхние века? Нет. Как большинство тушей делают? Нет. Нет, нет, нет. Вот это термо тушь. Так. Еще хотела сказать. Смотрите. Значит, тоже важный момент. Беру опять консилер. Выдавливаю небольшое количество. И вот то, что в тенях вот эта кисточка, она как раз нам здесь пригодится. И это для того, чтобы рисунок теней, который мы сделали, был более, скажем, такой точеный. Вот набирая с каждой стороны небольшое количество. Открываем глаза. Открываем. Так, так, так. Вот сюда. И смотрите в камеру. Вот эта зона, если ее дополнительно вот так вот не проработать после того, как вы нанесли уже тени, туда могут немножечко осыпаться темные тени. И в итоге макияж глаз кажется немножечко как будто бы заваленный. Поэтому после того, как вы закончили тени наносить, вы берете и вот таким вот образом усиливаете рисунок. Вот, прекрасно. Так, ну что, переходим к губам. Губы у вас роскошные. Вам их не нужно по форме делать ни больше, ни меньше. У вас все от природы. Прекрасно. Это карандашик Givenchy. Вот для повседневного макияжа прям супер. Это у меня, я когда крашусь, мне мама всегда говорит, Саша, ну сделай ты губы. Ну что ж ты как это, как мертвец. А я, ну типа они в тональном, и я так это забыла и пошла. И вот я открыла для себя этот карандаш, и теперь у меня больше губы не как у мертвецов. Открываем. Угу. И сейчас поверх нанесем помаду. Я прям карандаш полностью по форме губ растушевала. Угу, закрываем. Ой, красиво. Так, и наносим помаду. А знаете, что мы забыли купить? Кисточку для губ. Всего-то. Но ничего. Мы сейчас возьмем. Теперь улыбаемся. У нас есть руки. Угу. Ну все, мы на самом деле закончили. Посмотрите прямо. По-другому сделаем. Так, сейчас. Угу. Это просто сухой шампунь. Чуть-чуть объема дадим. Укладка, потому что это просто тоже играет очень важную роль. Так. Угу. Чуть-чуть сюда. Угу. 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 Да простят меня парикмахеры, наверное. Так, ну, в принципе, все. Посмотрите в камеру. Видите, сразу по-другому. Дали немножко объема. Сейчас сразу все. Ну, как вам? Ой, Саша, у меня даже слов нет. Потрясающе. Мне кажется, минус лет 15. Ну, хороша. И глаза с этим летом стали зеленые-зеленые, как в юности. Мне очень нравится. На самом деле. Спасибо огромное. От самых-самых корней прям прокрашиваем активно. Приподнимаем, особенно внешний уголок. Чтобы прям наверх смотрели ресницы. Чем они лучше стоят. Я вон сегодня так закрутила прям от души. И меня даже чувствую, как они веки сдирают. Ну, для съемок это очень хорошо. Так, открываем. Не тяжело. Ресницы-то богатые. Вот. Так, очень хорошо. Кто-то вспоминает все из великих, слушайте, как... Смотрю вниз. То ли Монро, то ли еще кто-то. Что она сказала? Чья-то подружка из них рассказывала. Вы знаете, она разделяла ресницы и колкой после того, как накрасила. А это вот, знаете, что касается... Например, там спрашивают у меня рекомендацию. Жанна, посоветуйте, какая тушь самая лучшая. А вот здесь совет такой. Дать невозможно, потому что у каждой из нас есть свое предпочтение, как должны выглядеть ресницы. Если там у кого-то они, не дай бог, там чуть-чуть склеились, уже все, это некрасиво. Нужно взять иголку и расчесать. Я, например, для меня это не так важно. Я, конечно, не люблю, когда они совсем склеены, но когда они такие толстенькие, длинные, подкрученные, может быть, немножечко театральные, но все-таки я не делаю накладные, а свои стараюсь сделать очень интенсивно. Поэтому еще есть, знаете, какая особенность, что ресницы растут по-разному. Есть ресницы, которые растут в два ряда, есть в три ряда, есть в один ряд, например, из одной луковицы, знаете, такой, как пучок, а есть из одной луковицы по одной ресничке. Поэтому одна и та же тушь на разных ресницах будет смотреться по-разному. Ну вот, отлично. Вот один глаз мы уже открыли, приподняли. Прекрасно. Сейчас чуть-чуть еще добавлю, потому что я тут красила ресницы. Последние штрихи. Да, да, дотронулась пальцем вот до этой зоны, чтобы немножечко просто продублировать, чтобы пальцем не стереть. Так. Открываем. Вот, ну прекрасно же, прекрасно. Ну теперь просто второй глаз дублера здесь подкорректирую. Так, теперь чуть-чуть усилим румяна. Когда макияж глаз становится ярче, румяна сразу становится чуть-чуть как будто побледнее. Поэтому в конце можно чуть-чуть добавить. И я очень люблю румяна добавлять тоже и на зону глаз. Тогда получается такой прям цельный макияж становится. Нижние ресницы вам можно не красить, можно накрасить. Если вы и так красите понемножку, по чуть-чуть, то можем не красить. Давайте не будем. Хорошо, вот вообще прекрасно. Замечательно. Помните, я сказала, что блеск вы взяли бы не тот? Ну вы же мне доверились. Вот что значит доверяться. Смотрите, бывают такие помады, которые, ну скажем, практически как будто бы вот в тон кожи. И вот вы выбрали как раз один блеск, что если бы мы сейчас накрасили, а у вас классическая форма губ, мы бы просто губы вот так вот взяли бы и стерли. Они, может быть, блестели, но по факту их как будто бы не было. Смысл красивую форму прятать. Зачем? Наоборот, нужно это подчеркнуть. Поэтому я сейчас воспользуюсь карандашом, усиливаю практически свой природный цвет. Карандашом я просто обвожу по своей линии. И, кстати, тоже важный момент, не всегда нужно доводить карандаш прямо до самых уголков. Особенно если девушки, например, мало ли есть такая особенность, что вот у Анны пока нету, хорошо, а может, и не будет, кстати. Это не всегда бывает, не у всех. Появились, у меня появились вот здесь чуть-чуть вот эти вот складочки. Если красить до самого конца, то получится как будто бы вот так вот прорисовываю. Поэтому иногда логичнее не дорисовать до конца. Так, с блеском вообще все элементарно. Так, нам нужно сейчас соблюсти гигиену. Я нанесу в данном случае вот эту кисточку, которая у нас была в консилере. Ничего страшного. Так возьму. Так, и на губы блеск. Помада или блеск на усмотрение, какая текстура больше нравится. Если губы сухие, то советую использовать помаду-бальзам, помаду-блеск или блеск, потому что сухие губы, даже если красивая форма, они будут смотреться невкусно, некрасиво. Так как оно вы не любите там достаточно ярко, получился цвет очень нежненький, но при этом холодный. Вот. Видите? И на контрасте с вашей внешностью, что тоже очень важно для нас. Так, ну что? Посмотрите, пожалуйста, поближе в зеркало. А вы очки носите постоянно? Когда, в каких случаях? Когда вожу машину, когда работаю за компьютером, когда мне нужно смотреть вдаль. А, всё, поняла. Ну, сейчас хорошо видно. В данном случае она маленькая, получается, окошечко камеры, поэтому я вижу только очертания. Да. Скажите, как ваши ощущения, как бы вот косметика на лице? Есть какие-то, не знаю, что-то может некомфортно или как? Комфортно вполне. Знаете, когда икону рисуют, доску подготавливают под неё, вот это, наверное, так. То есть сначала досочку подготовили, а потом нарисовали. Здорово. Ну вот, посмотрите теперь нашим девушкам в камеру, да, просто у вас лицо выглядит абсолютно натуральным, естественным, и мы чуть-чуть подкорректировали то, что вот вы хотели, это форма глаз, а в целом получилось, что мы даже не столько подкорректировали, сколько вот подчеркнули. у вас глаза большие, сами по себе очень хорошие пропорции, вам нужно вот буквально несколько штрихов, вот из того, что я вам сейчас сделала, такой макияж вы сможете легко сами освоить. А я научусь это всё делать, не наставайте. Конечно. Вам нравится результат? Отлично. Анна, значит, у нас... Я всё это стираю, да? В шоу дальше. Значит, задача такая. Вот мы с вами выбрали вот эту декоративную косметику, я вам показала макияж. У вас есть выбор. Выбор или первый вариант, а вы забираете это всё с собой, это всё ваше, это вам подарок, но вы должны свою косметичку отдать мне. Или вы можете свою косметичку забрать себе, у вас там достаточно большой выбор, и вы сможете это повторить уже со своей косметикой. А можно я её оставлю? Свою? Да. Конечно, можно. Да. Да-да-да. Вот, но тогда я хочу, чтобы вы научились этому всему, да, у вас там немножко другие средства, они отличаются, и вам нужна подробная информация, как этим всем пользоваться. И я вам тогда дарю курс по макияжу. И вы сможете... Ла-ла-ла! И вы сможете теперь с вашей косметичкой, когда вы поймёте, как что делать, вот это всё последовательность по текстурам, как это всё работает, какие техники макияжа, как её наносить, вы сможете легко сделать свою косметику, потому что действительно у вас продукция достойная, хорошая, абсолютно всё есть, и ещё новая, поэтому не составит труда, и вам, возможно, даже если докупать придётся, то совсем чуть-чуть. Ну что, девушки, давайте пройдёмся по чеку и посмотрим, сколько что стоит. Общая сумма, то, что мы купили для нашей модели Анны, получилось 8492 рубля. На самом деле, весома, вот как ни старайся, всё равно так дорого получается. Скидка составила по золотой карте Ревгош 701 рубль, поэтому заплатила я 7791 рубль. Итак, кисть для теней скошена из нат, видимо, из натурального ворса. Стоит она 308 рублей. Ну, в принципе, из натурального ворса кисть для теней 308 рублей, это очень даже хорошо. Если бы она была искусственная, в принципе, тоже хорошо. Сейчас такой колоссальной разницы нету между натуральной и искусственной. Тут имеет значение, как вы будете за ней ухаживать. Следующая кисть для теней из ворса Таклон. Таклон, это как раз вот и есть такая высококачественная синтетика, из которой сейчас делаются кисти. Стоит она 296 рублей. Кстати, вот сразу же, как только синтетическая кисть, то цена ниже, чем у натуральной. Поэтому, если, например, нужно уложиться в определенный бюджет, обращайте внимание на кисточки из-за синтетики Таклон. 296 рублей стоит. Тушь для ресниц Ноу Панда 494 рубля. Ну, в целом, в принципе, неплохо. И с учетом, что это термо-тушь, значит, у кого проблема, что там ресницы у вас быстро, тушь отпечатывается, обратите внимание. Бренд Ева Мозаик. Следующее средство это люминея, сыворотка, флюид, тональный крем с уходом. Я уже второй раз приобретаю именно эту сыворотку. Почему мне нравится? Потому что как раз основная задача многих женщин, так, чтобы тональное средство было незаметно. Особенно, если вы не привыкли его использовать, то любой тональный крем заметен на коже. Поэтому хорошо бы найти такой, который не видно. Поэтому вот эта сыворотка, она просто идеальна. Но как раз из всего чека, мне кажется, это самый дорогой продукт. Стоит такая сыворотка практически 1900 рублей. 1899. Это уже со скидкой. Если без скидки, то получается чуть больше 2000 рублей. 2100 приблизительно так. Консилер кремовый для лица Max Factor 475 рублей. Вообще отличная цена для консилера, потому что там очень хороший объем. 7 миллилитров. Поэтому у кого есть задача, опять же, чтобы продукт был, скажем, такой и бюджетный, но при этом чтобы вам надолго хватило, обращайте внимание не только на стоимость, но еще сколько в упаковке миллилитров. Потому что бывает, например, может быть чуть-чуть подешевле, к примеру, там, не знаю, рублей на сто, но при этом объем может быть в четыре раза меньше, поэтому по сути становится дороже. Но консилер вот Max Factor именно этот, он очень хороший. Так, пакет бумажный средний, 99 рублей. Ну, с другой стороны, мы немножечко сэкономили, потому что косметичку за 99 рублей навряд ли мы купим. Ну, пакет, конечно, не косметичка, с собой не возьмешь в сумочку, но так получилось после Нового Года. Хайлайтер для лица Eva Mosaic, шикарный, 237 рублей со скидкой. Объем отличный, качество великолепное, очень деликатное сияние, ну, прям вот всем советую, и у кого кожа комбинированная, и у кого кожа склонная к сухости, тем более, удобная и упаковка, ну, прям, прям супер вещь. Так, карандаш для бровей, тоже Eva Mosaic, вообще, в принципе, я люблю этот бренд, стоит 313 рублей, подорожало, раньше он стоил около 200, потом 200 с небольшим, а сейчас уже 313, видимо, я его неплохо распиарила, и цены подняли, но качество отличное, поэтому обратите внимание, ну, в принципе, стоит этих денег. Так, корректор против изъянов кожи, это у нас было Vivienne Sabo, 266 рублей, очень бюджетный вариант, поэтому, кому нужно скорректировать покраснение на лице, вы можете обратить внимание на этот корректор, корректор-база, который можно смешивать с тональным средством, и у вас получится свой собственный тональный крем, который нивелирует красноту лица. Так, карандаш для губ, забыла, какой бренд, карандаш для губ, карандаш для губ, у нас был, по-моему, Буржуа, Буржуа, да, 02, Катон Канди, 356 рублей, хороший карандаш, вообще, в Буржуа, отличные карандаши, как для глаз, так и для губ, поэтому, великолепный, и по цвету хорош, но, единственное, что, у кого губы свои, достаточно яркие, по цвету, уже пигмент насыщенный, это будет полупрозрачный, поэтому, вот, для нашей модели, для нашей участницы, Анны, он был замечательный, но это не значит, что он подойдет всем. Так, следующий, карандаш для глаз, мультиплей, 527 рублей, достаточно, объем, сами карандаши в Пупа, они большие, то есть, если сравнивать с другими брендами, то он такой, достаточно длинный, поэтому, как правило, хватает его, естественно, на дольше, поэтому, 527 рублей, но, я уверена, можно найти дешевле, уверена. Так, румяна, двойные, ой, ну, вот это, конечно, вообще прелесть, вот это, очень удобно, упаковка, самораз, я люблю, как я уже вам говорила, когда средства, тоненькие, аккуратненькие, чтобы, например, если с собой румяна брать, а у вас сумочка небольшая, то прекрасно поместится, и то, что два цвета, поэтому, очень удобно, я могу смешать, я могу посветлее, потемнее, и они матовые, потому что, я очень часто советую, использовать, особенно, когда нужно скорректировать, объем лица, именно матовые текстуры, поэтому, вот здесь, вот, замечательно, и мы купили, и еще одни румяна мы купили, но использовала я не по назначению, не как румяна, а как загарную пудру, у нас мало было времени, надо было приобрести, то, что можно использовать, как пудру, при этом, для того, чтобы придать красивый, теплый цвет лица, об этом я очень часто рассказываю, на своих вебинарах, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, смотрите вебинары, вы поймете, почему, и, опять же, упаковка удобная, два цвета, что тоже очень хорошо, можно корректировать, можно цвет давать, можно как румяна использовать, как загарную пудру, ну, прям, мультипродукт, и сколько это стоит, 249 рублей, вообще, замечательная цена, обратите внимание на это, тени для веб, четырехцветные, тоже у нас, Eva Mosaic, цвет 02, 555 рублей, хорошая цена, для палетки, из четырех цветов, качество, хорошее, не могу сказать, что отлично, но, из того, что представлено в масс-маркете, Eva Mosaic одни из лучших, потому что очень много блестящих теней, очень мало матовых, поэтому Eva Mosaic большой выбор, и вы сможете выбрать тот цвет, который вам подойдет, поэтому хорошая цена, 555 рублей, блеск для губ у нас, Maybelline, номер цвета 006, Riff, он очень нежненький, не всем подойдет, вот далеко не всем, это у нас выбирала наша модель, Анна, точнее, не модель, наша участница, поэтому, опять же, не всегда нужно судить по упаковке, в упаковке это может быть один цвет, по факту другой, поэтому очень хорошо, что можно протестировать, и посмотреть, как цвет будет выглядеть, уже в конечном варианте, стоит он 627 рублей, вы знаете, можно купить дешевле, на самом деле, блеск, и практически чуть ли не в два раза, ладно, то есть мы бы сэкономили, если бы мы выбрали другой тональный крем, если бы мы выбрали другой блеск, что у нас тут еще есть дорогого, ну практически все, то есть у нас была бы уже чуть получше цена, посимпатичнее, так, а, ну все, в общем-то вот, вот и весь обзор, то, что мы приобрели, и в подарок нам дали крем ночной от бренда Lumine, ну что, девушки, теперь это я все складываю, так как у нас героиня выбрала свою косметичку, то весь этот набор декоративной косметики, который мы купили в магазине, отправляется кому-то из вас, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там будет розыгрыш, я задам вопрос, вы ответите на вопрос, и тот, кто первый ответит, получит в подарок целый набор декоративной косметики, и помните, что следующей участницей можете стать вы. Ну что, дорогие девушки, вот мы и закончили, давайте сделаем разбор по чеку, смотрите, какой он у нас большой получился, расскажу, какие продукты мы купили, и есть ли такие же аналоги в масс-маркете. Ну поехали. Наш чек, наша сумма сегодня составила 30... А, нет, 47 тысяч рублей 640. Скидка по золотой карте в Гош получилось 12 427. Итого, итоговая сумма 35 213. Ты представляешь, вообще? Итак, первый у нас идет, это Диор Бэкстейдж праймер для лица. Я буду сейчас назвать сумму, которая уже с учетом скидки. Стоил он 2512 рублей по золотой карте Рев Гош. На самом деле, очень хороший праймер, как раз таки для кожи, которая комбинированная, склонна к жирности. Девушки, у кого кожа склонна к сухости, я говорила об этом ранее, вам такой праймер не нужен, он вас будет пересушивать, вам в течение дня будет некомфортно. Если есть какие-то шелушения, он их наоборот больше подчеркнет. Похожий праймер в масс-маркете можно посмотреть, например, в Еве Мозаик или фирме Мэйбеллен. Там, кстати, тоже очень похожий праймер для лица. Затем у нас идет BB крем для кожи вокруг глаз с учетом скидки 2881 рубль. Прекрасный корректор под глаза. Для тех девушек, как раз таки, у кого проблема именно выбрать оттенок, вот это очень хороший вариант. Потому что их там не очень много, именно оттенков. Поэтому вы свой оттенок с легкостью подберете. Это первый момент. Тоже, опять же, повторяюсь, то, что я говорила ранее, он здорово увлажняет кожу под глазами. Безусловно, не так, как увлажняющий крем. Но как декоративное средство с дополнительным уходом он работает потрясающе. Аналог, например, можно посмотреть из масс-маркета. Это фирма Art Deco. У них есть минеральная линейка. Он стоит в районе, там, по-моему, 700 рублей. Шикарно будет тоже работать. Затем у нас идет карандаш для контура губ от фирмы Givenchy. С учетом скидки он был за 1473 рубля приобретен. Мне очень нравится карандаши еще в фирме Pupa и Bourjois. Шикарно они работают. В принципе, тоже как хорошая альтернатива люксу. Почему нет? Так, поехали дальше. Тушь для ресниц Hypnose. У меня с тушами очень такой, я к нему. Я их безумно люблю, но я никогда для личного использования себе не куплю тушь за сколько? Господи, сколько она? За 2300 рублей. Шикарная тушь фирма Vivienne Sabo Cabaret. Отличная тушь, аналог как раз таки Hypnose. Это Cabaret от фирмы Vivienne Sabo. Супер. Или на самом деле шикарно работают абсолютно любые туши от фирмы Max Factor. Супер просто. Так, дальше у нас идет косметичка, румяна для лица и в принципе кисти, которые мы приобретали, у нас одна была кисточка для румян и две кисточки от фирмы Clorans, по-моему же, да, Clorans у нас были кисти. По-моему, Clorans. Они тоже очень дорогие. 1500 кисточка стоит другая, тоже 1500, а без скидки вообще 2000 рублей. Шикарные кисти продаются фирме Essence или, например, N1, это фирма от Revgosh, Real Technique тоже шикарные кисти. Работают прекрасно и стоят в три раза дешевле. Дальше у нас идет тональная основа от Dior Backstage. сумма со скидкой 2666 рублей, без скидки 3555 рублей. Но что могу сказать про тональную основу? Она хороша. Опять же, для комбинированной, для кожи склонной к жирности, для тех девушек, которые не любят эффекта маски, она будет работать безупречно. Аналог хороший будет фирме Eva Mosaic. это российский бренд, стоит 500 рублей. Я, честно говоря, им и пользуюсь. И мне очень нравится. Так, дальше, что у нас идет. Помада для губ стоила 1911 рублей со скидкой, без скидки 3185 рублей. Офигеть. Просто офигеть. Но, не знаю, я люблю помаду, конечно, но помаду хорошую можно купить, сейчас скажу, где. Catrice, NYX, Bourjois. Да, в принципе, везде сейчас в масс-маркете очень хорошие помады. Что уж прям 3000 за нее тратить, но не знаю. Дальше у нас идет пакет. Ну, это ладно, спонжики. Ну, спонжики для макияжа это просто супер. И, причем, они не класса люкс. Это спонжики от фирмы Gourmandis. Шикарные. Я их и в работе использую, и для личного использования. Ну, сколько они стоят? Они стоят 168 рублей. Стоят этих денег, прям, можно несколько купить. Так, карандаш для глаз. По скидке он стоил 875 рублей. Кстати, хорошо. Сумма без скидки 1750 рублей. Ну, я не могу сказать, что прямо вах, что-то в этом карандаше такое. Да, у него шикарная стойкость. То есть, когда мы его тестировали, прям он не стирается. Его нужно потом хорошенько потереть, чтобы вот он устерся. Аналоги, кстати, очень хорошие карандаши в Pupi, в Bourjois и вот, наверное, а, Essence шикарные тоже. Стоят все в районе 300 рублей. Итак, у нас теперь идет хайлайтер Dior. Тут, и на правду, в чеке написано пудра для лица с эффектом сияния. Стоит она 3322 рубля. Это с учетом скидки. Без скидки 4, 4, 430. Хайлайтер сухой. Где можно купить в масс-маркете? Да везде. Везде. В Essence, в Max Factor хороший хайлайтер. В Bourjois, кстати, в Evie Mosaic. И они стоят там по 300 рублей. 4 тысячи 430 рублей. Ну, это, 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 это мощно. Это мощно. А, потом у нас еще была пудра от Chanel, которая стоит без скидки, внимание, дешевле, кстати, чуть-чуть, 4070 рублей. С учетом скидки 3052 рубля. Но я бы себе пудру за 4000 никогда в жизни не купила. Не потому, что я жмочусь как-то. Ну, просто есть хорошие аналоги в масс-маркете, например, опять же, шикарные пудры такого же эффекта полупрозрачного фирмы Catrice. 350 рублей. 4 или 350 рублей. Ну, как бы, люкс, он и в Африке люкс, конечно, но аналог есть всегда. И об этом нужно не забывать. Вот. Спасибо. Спасибо за комплимент. Очень приятно слышать такие вещи от профессионалов таких, как вы. Спасибо большое. Все, тогда увидимся с вами на курсе. Увидимся. Потому что я там курирую. Обязательно. Когда начинаем? Когда у вас будет время, то есть ближайшее время, буквально завтра, послезавтра, когда вы готовы, вы уже, у вас будет открыт доступ. Это так неожиданно. Это так интересно. Там действительно очень интересно. И я рассказываю настолько просто, элементарно, чтобы у вас было полностью понимание, что, куда, зачем, а не так, чтобы вот это надо запомнить. Там не столько запоминать, сколько именно вникать в сам процесс. А я сейчас вижу, думаю, так, 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 вот это сейчас, но если вот это потом, если так, не перепутать, не перепутать, не забыть. Не забудете, все будет там в порядке. Спасибо. Ну все, тогда мы с вами прощаемся. Я уже на курсе. До встречи. Да, да, да. Ну что, мы закончили. Ну, самый главный вопрос. Первый. Мария, вам понравилось? Очень, Саша. Спасибо огромное. А второй вопрос. Вы забираете свою косметичку или нашу новую оставляете? Но если вы выбираете новую косметику, то мы тогда вашу старую косметичку забираем и вам ее не отдаем. все, она с нами уходит. Я, конечно, очень привыкла к своему минималистичному макияжу. Он, правда, привычный уже с годами. Но то, что вы сегодня сделали, это шедевр. Конечно, вы. Вы тогда это забирайте. Да. А мы вам еще хотели сказать, что мы вам дарим курс по макияжу. Ой, спасибо огромное. Это просто мечта. Да, теперь вы будете смотреть курс и пользоваться новой косметикой. У вас там будет четкое понимание, как все-таки это все наносится, как правильно это будет работать именно на вас. Огромное спасибо. Вот почти. Мне кажется, курс даже самый лучший подарок. Субтитры сделал DimaTorzok